Сегодня на торжественном мероприятии В этом мероприятии была демонтирована, переработана, с ним были изготовлены 300 экземпляров в клюшке. В одном из экземпляров мы затребовали, что приезжали сюда. В 6 сентября нам опоздали, потому что это было воскресенье. У нас наручили. Один сентябрь не отмечаем. Я одну неделю нам могу. Хорошие мнения. И 299 экземпляров в этой клюшке. Губернатор, в свою очередь, наградил лучших специалистов лесного хозяйства. Награждать, конечно, мы будем лучших. Тех, кто проявил себя многолетним трудом, терпением своим, какими-то неординарными своими поступками. Кто отличился служением этому делу от леса. У кого успехи в лесовосстановлении, в борьбе с пожарами. Арендаторам, которые достигают тоже больших успехов в производственной деятельности. Лесное хозяйство – понятие обширное. Сегодня оно включает в себя не только работу лесничих и егерей, но и целую отрасль промышленности – деревообрабатывающую. Мы прекрасно отдаем тебе отчет о том, что этот праздник объединяет многих людей. В принципе, он объединяет всех, кто принимает активное, я бы сказал так, профессиональное участие в охране, рациональном использовании и восстановлении лесных ресурсов. Сезон выдался пожароопасным и выгорело более 1400 гектаров леса. Случилось 4 крупных пожара и более сотни мелких, разрастание которых удалось предотвратить. Охраной и восстановлением лесных ресурсов в регионе занимаются более 7000 специалистов. Им предстоит очень сложная работа в этом и следующем году. Работа, требующая специальных знаний и специальных приборов. Комплекс PQ, он для государства внутренностей лесов используется. Состоит из электронного корпуса и дальномеры, высотомеры. Они работают с помощью Bluetooth, соединяются с компьютером. Вводишь настройки, у каждого есть свой серийный номер, каждый прицел настроен, своя ошибка, вся эта погрешность, все учитывается. Высоту с точностью до одного сантиметра можно узнать с помощью специального прибора, не спиливая дерево. Также толщину, определить возраст, годность для использования и прочее. В России таких приборов всего 200, три из них в Ульяновской области. И это несмотря на то, что выражаясь языком профессионалов, наш регион малолесный. Леса Ульяновской области занимают менее 25% территории. Тем не менее, это 1 миллион 50 тысяч гектар площади Государственного лесного фонда. 60% особо охраняемых природных территорий Ульяновской области расположены также на территории Государственного лесного фонда. Богатые лесами Индинский, Барышский, Николаевский и другие районы – источник чистого воздуха, строительных материалов, отдыха. «Улправда» присоединяется к поздравлениям и желает лесам расти, а людям, занятым в лесной отрасли, процветать. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской области Новости Ульяновской области Новости Ульяновской области Новости Ульяновской области